Песня Песня Я говорю, один остался в Израиле, и мои души ищут. Господь говорит, еще 7000 верных мне, не приклади колено предвалом. То есть, состояние церкви знает один Бог, да даже душу человеческую. Я не пришел, меня принесли, как говорят, моя мама, она была очень верующий человек, даже как и отец. Мой отец был духовным сыном отца Владимира Воробьева, на Арбате Никола Плотникова. И мама туда же ходила, поэтому они выросли сами в вере и воспитывали нас также. То есть с младенчества мы сразу воспитывались в семье, которая именуется Малой Церковью. Ну, а дальше вот то, о чем вы сказали, церковь воинствующая, Великая Церковь, семья Малой Церковь, а церковь, которую, как мы у нас принято называть, Русская Православная Церковь, Вселенская Церковь, это та церковь, которая как раз имеет благодать Святого Духа, которая совершает таинство, первое таинство крещения и так далее. Поэтому вот именно жизнь наша, она свидетельствует, что человек, живущий в православной семье и в православной церкви, он может жить в любых условиях. Отец Валериан, а вот если немножечко подробнее, вот каким было ваше детство, что вы запомнили? Ну, детство, во-первых, детство мое было, я родился до войны, в том самом 37-м году, ну, в то время я, конечно, не понимал, что это за время, вот. Вот, и уже значительно после уже войны и даже в последние уже, можно сказать, годы, и мне пришлось встречаться с людьми, которые были современниками тех времен, сознательными, и даже раньше. И вот они-то, собственно говоря, и еще более утвердили в вере. Потому что мой отец, который прошел и Соловки, и потом войну, и в 49 лет пошел в семинарию, по твердому убеждению, еще 30 лишним лет прослужил потом, он говорил, нужно укреплять веру. Я, выросший с детства в вере, думаю, вроде бы так, вроде бы, было все нормально, но понял, что действительно вера требует постоянного укрепления, как и всякий дар. Дар веры ведь. Ведь есть такой юмор, знаете, в студенческий год, где-то, когда встречаются, а это всегда было, выпускника в медицинском вузе, она участковый врач простой, а он доктор медицинских наук, и, значит, он увидел у нее цепочку. Что это у тебя? Крест, что ли? Говорит, да. А я вот этого не понимаю. Она так ему спокойно говорит, ну что ж, Петя, мне дано, тебе не дано. То есть вот это, вот именно вот эта сторона жизни, которую мы часто забываем, и как нам часто напоминают об этом наши духовные особенноставники, если вы сейчас старше поколение, оно все-таки жило всегда с Богом. Я с детства выросший в православной семье и ожидал все-таки немножко историю-то. Тем более предки по материнской линии отца были старообрядцы, это твердые устои. Ну, Арсений Иванович Морозов, обгородский монахов, это мой прадед. Поэтому, так сказать, у нас корни такие были основательные. Ну и я всегда слышал отзывы о их деятельности, такие положительные всегда, твердые устои, нравственные все. Поэтому для меня это было всегда естественное состояние веры. А тот, кто этого не понимал, ну, я не смотрел так как-то, ну, кого-то не дано, наверное. Стиза Валериан, вот вы сказали, что вы родились в 37-м году, а ведь это год, когда были очень страшные гонения, начались и на церковь. Не начались. Ну, продолжились, да? Нет, здесь, в эти годы, они не начались сразу же. Ну, пик в 37-мой отмечается такой рост. Пик, да. Но пик ведь это, вы знаете, как вот, как болезнь, бывает кризис, когда переломный момент, высокая температура, а потом начинает. вот, пожалуй, я бы сравнил 37-й год, наверное, вот, с кризисом, да-то, болезни, гонений, потому что, на самом деле, в этот, в эти годы, много очень, ведь вот сейчас у нас идет канонизация, пишут, значит, берут работы, вернее, допросы там, но доверять этим допросам, как в первые века, как писали когда-то, когда гонений, им очень сложно. Там были подделки, что угодно, обманы, просто подтасовка. Поэтому, и такое впечатление, что начался разворот в сторону, как раз, уменьшения с тем, что нужно было сначала снять тех, кто это все делал. И вот начали сажать тех, кто сел. В частности, я слышал, недавно услышал от человека, который так родственно связан с теми системами был, когда ягода, так называемая, ягода, когда он попал сам на Лубянку, он сказал, а Бог есть, иначе бы я сюда не попал. Говорят, даже так сказал. То есть, начало разворачиваться, больше того, когда начали как бы разбираться в этих делах, то стали заметать следы и сразу уничтожать. Поэтому пошел пик расстрелов. Потому что нужно было, дела нужно было разбирать, а они все были ложные, почти все в основном. и в 1939 году уже, я уже потом узнал, Леонид Фицеренович отменил преследование духовенства, есть такое постановление, вот, и начали уже освобождать тех, кто, тогда уже начали. Почему я это знаю? Я напрямую знаком был, знал его, отец и Форсин, у нас погребенный, который 10 лет Колымы прошел, с 31 по 41. Причем подходил срок его окончания, его вызвали, сказали, подпиши еще 10 лет, для того, чтобы, значит, кого-то можете выпустить за деньги, а он в числе так 10-летних там сидел бы. И вдруг приезжает комиссия, а это Магадан, смотрит его дело, говорит, так вы же кончу с вас, срок вас надо освобождать. Я говорит, молчу, что я уже подписал еще 10 лет. И ну, его освободили. Он собрал вещички и когда в находку, по-моему, там пришел их у кароход после этого, объявили войну. Я говорит, понял, что если бы меня тогда не освободили в тот момент, больше уже я там уже так остался. Вот это конкретные факты с тех времен. Отец Ульярян, а вот что вам родители рассказывали о том времени? Самое самое интересное, что отец, хотя он побывал все-таки с 27 по 31 год в ГУЛАГе, он не рассказывал. Вот все это описание Солженицын, там, детей, всех других всяких о тех временах. Он никогда не рассказывал, а эти же вещи были. Видимо, я не задумывался тогда, я понял, что с одной стороны, чтобы у нас не появлялся страх, потому что он рассказывает, люди начинают пугаться, у нас вообще две вещи, которые люди безумно делают, это мучить тебя всем тем, что уже прошло или тем, что еще не наступило. Вот чтобы этого не мучить себя тем, что еще не наступило, может и не наступит даже. Вот это вот очень интересно. Ваш отец Михаил Крещетов, он прошел лагеря, как вы сказали, и я читал о том, что вы вспоминали, он никогда не учил вас, не воспитывал вас в ненависти к власти. А вот как вы думаете, вот в чем такая вот реакция, почему вот так? А он просто, как православный человек, в апостол Павел всякая власть от Бога. Ведь так же, собственно, воспитывались апостолы. Они же не воспитывали к ненависти к власти. Ненависть вообще к человеку в христианстве отсутствует. Есть ненависть к греху. А вот как родители отреагировали на ваше решение? Ну, как нет, нет. Отец знал, что я собирался. Просто он в конце уже школы сказал, ну, раз собираешься, значит, приготовься к тюрьме. В те времена был. Я в 54-м году кончал. А брат мой отец Николай теперь в 53-м году кончал. Мы один с другим шли. И мы поступили в лесотехнический институт московский, поскольку посылали на Лесповал в основном. Сибирь, Дальний Восток и Глуши. Отец Валериан, вы были знакомы с очень известными маститами, протеереями, с духоносными людьми. Вот какие впечатления у вас остались? Вы о чем-то писали, рассказывали про тренинг Алай Гурьянов? Ну, во-первых, люди, которые прошли вот эту суровую жизненную школу, они очень и не только ценили, а просто благовели перед богослужением. Они понимали, какой бесценный дар дан человеку богослужением. «В храме стоящая слава Твоя в небесе стоите мне». Так говорится. Поэтому в церкви человек духовно оживляется, если он здесь начинает «Я на метеус слышу, глаз сына Божия, услышишь, оживу», начинает жизнь его мертвить, скажем, вот, и напитывается силой, потому что на самом деле мы знаем классический наш пример Александр Васильевич Суворов. Он перед сражением всегда служил литургию ранее. И есть такой пример, когда уже высаживаются там неприятели, а литургия идет, он все прокладывает, он продолжает, заканчивается, служба и вперед, и разбивает. Вот как бы такой живой пример земного боя, а это духовный бой, который идет везде. А каким вам, отец Валериан, запомнился отец Николай Гурьянов? Отец Николай, во-первых, старцы, у них, на всех на них печать любви и мира, особой тишины. Я вспоминаю до этого еще отца Сергея своего, старца, отца Игорлова, когда я молодой священник, как-то проспал, что-то такое, и влетаю, уже должна быть служба начаться, а все стоят. Батюшка спокойно сидит, не спиши, не спиши, без нас ведь не начнут. Так, спокойно совершенно. Также я вспоминаю отца Николая, это такая любовь, такая умиротворенность ко всему, как он сказал, ко всему. В частности, мне ему рассказывали о том, что я был в баре, интересовался, как живет западная церковь, и мне сказали, что там вот, там есть туда ревностные ксензы, которые вносят, значит, берут престол переносной и на пляже свершают мессу. Ну, это жуть какая-то для нашего, как это такое, на европейском пляже, да еще мессу? Я рассказал батюшку, он так вздрогнул, а потом говорит, ну, ну, может, не стоит этого делать, но таким мирным миром, не осуждая, не возмущать, ну, что ж, ну, Но реакция у него на это была? Реакция была, да, но не стоит. Но какая реакция? Ведь реагировать, реагировать можно по-разному. Батюшка, хотел вас немножечко вернуть с самого начала нашего разговора. Все-таки в истории Вселенской церкви таких масштабных гонений, как мы знаем, нет, не было, и то, с чем столкнулась русская православная церковь, это отдельная большая история. Вот несколько монастырей действующих. А вот именно сохранить веру и чистоту веры. Откуда были и тайные священники? Катакомбные? Катакомбные. Это были настоящие катакомбные священники. Они никогда ни в каком отделении от церкви не были официальные. Они знала церковь официальная, но только очень именно тайна. Они были сокрыты просто официальной власти для того, чтобы дать возможность людям, которые желают исповедаться, причащаться, как-то в литургической церкви, жизнь церкви участвовать, чтобы им эту возможность дать, потому что все же контролировалось. Отец Арсений, вы знаете? Да, обыкновенно. Вот, вот и она написана дядей моей матушкой Владимиром Шевяковым. И он, там не все написано еще. Она сказала, что такой случай, когда он встретил священник в тайну, кто не услужил, в большом очень государственном чине. Как это было? Он даже не назвал его фамилией, не имени. То есть, ну, важно было сохранить вот иерархическую структуру церкви как-то, насколько возможно. Собственно говоря, и Патриарх Сергий, то он пошел на какие-то такие, шаги такие, ну, может быть, которые навлекли на него соответствующие поношения там как-то, но для того, чтобы как-то сохранить все-таки церковь. Наш Патриарх Тихон это вот питался. Есть этот пример, когда к ним приходят и архиереи, говорят, зачем же мы с ними, вот, с церковниками, там, что-то, я хотел, чтобы вам полегче было. Вот, вот, так, с юмором, и так, смиренно сказал, мы такие архиереи только для тюрьмы годны. Отец Валериан, ваш отец, протерей Михаил Кречетов, прошел такой очень сложный, непростой путь, был узником лагерей, был очень хорошим спортсменом. Чемпион Москвы по академической гребле, с Гребенгой. Да, без малого. Восьмерка, Вот, как вот можно научиться такой вере? Откуда такая стойкость? Ну, во-первых, это личный подвиг, личный подвиг. Во-первых, потому что человек дает свободную волю, а остальное совершает благодать. Как мы говорим словами апостола Павла, который, у него была решимость ведь, он шел, против рожна, заблуждаясь искренне. Но потом, когда развернулся, стал еще большей силой идти в защиту. И, как сказал, благодать Божию, есть мне, есть мне. Я много потрудился, но не я, благодать Божию, которая со мною. Кстати, это самое главное. Когда отец Сергий, старец мой, сказал ему, боже батюшка, вот я к вам буду посылать, там, да ты сам. Батюшка, а мне можно? Можно, но при одном условии. Чтобы ни тени не было, что ты что-то делаешь, а делаешь благодать Божию. Доверие Богу, получается. доверие Богу. Батюшка, вот вы однажды сказали такую фразу, самое главное, это оставаться самим собой. Вот, как бы вы могли прокомментировать сейчас эти слова? Это очень интересно. А как самим собой? Дело в том, что, вот, именно, имея в виду, сам собой, не сам лично, а тот строй, который ты, помилости Божией, имеешь, который тебе, в тебе насадили, так сказать, вот, этот строй нужно стараться сохранять. То есть, не подделаться подвеяние времени и моды. То есть, обрести какой-то внутренний стержень и его возделывать дальше. Да, и с этим стержнем жить. Особенность именно духовных людей, она была именно такая. Отец Валериан, какие, на ваш взгляд, самые главные вызовы сегодня стоят перед современными христианами? Ну, перед современными христианами стоит самый главный вызов, который это, значит, мир, плоть и дьявола. И вот, мир через плоть, а дьявол через плоть и через мир стоит человека всячески его вот именно с этих пути веры увести в сторону. и господь, предупреждая апостолов и всех нас, когда говорит о последних временах, а времена все-таки уже к тому времени идут, судя по состоянию человечества, вот, он начинает и кончается одного и того же, да не плестят вас. как мне был задан вопрос, почему, с кем нам ближе с западом, с востоком, и подсказали Александр Невский, князь Александр Невский, он с западом воевал, а с востоком дипломатическое отношение имел. Видимо, Достоевский так сказал, страшно не отрицание Христа, а подмена Христа. Вот, да не прелестят вас. Но, батюшка, ведь тогда, когда был эти святой Александр Невский, условия были другие, нужно было договариваться с востоком, и без этого тоже было никак. Да нет, договориться с кем угодно можно и нужно. Если можно договориться, почему не договориться? Отец Валериан, хотелось бы, если можно, чтобы вы обратились к нашим читателям, к нашим зрителям с пожеланиями, с словами напутствия. Ну, что можно пожелать, исходя из того, что Господь на пути жизненном явил, что, в чем разумил. Есть такое изучение, что истинно себя защищает. и слова пророка «Себо истину зубило, если безвестные и тайные преимущества явил миссии», она как раз на все времена насущна. Старец отец Николай, кстати, очень часто повторял, «Ики, вы счастливы, что в истине». Это стояние в истине. Стояние истины, в истине, истинной вере. Вот эти разговоры не все равно, как… Нет, не совсем так. Нам ведь не все равно, что про нас говорят. Нам не все равно, что есть, а что одеваться, нам не все равно. Почему же? Когда вопрос касается веры, так легко относится. Это не все равно. нет. Да, многие вещи иногда бывают как бы не подсильны, но, во-первых, это не сразу, а, во-вторых, ни одного не подсильны, ни одного подсильны, и отменять эти вещи или отставлять их как ненужные нельзя. У нас что главное? Голова, Тудович, там органы все. Пожалуй, голова без тела и тела без головы отдельно не живут. Но без руки живут, без ноги тоже. Да, но это крайний случай. можно иногда в каких-то условиях обходиться без чего-то, но добровольно отрезать его, даже если рука больная, ее в тени отрезают, ее лечат. Так же относятся и к вере. Когда берут всю полноту веры и начинают, как это такое возможно? Ну, во-первых, не сразу, конечно, и потом, ну, постепенно. Вот это, мне кажется, это очень важно, чтобы именно стараться кто посильнее, кто сколько может, тот должен исполнять так, как положено. Отец Валериан, от лица редакции портала православия.ру зрители и читатели, благодарим вам за эту удивительную встречу и за ваши ценные советы и ответы. Спасибо вам большое. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова